всем привет сегодня обзор небольшой камеры axis ну как небольшой бюджетной но большой камеры m11 35e данная камера состоит из таких больших частей сам кожух с камерой кронштейн данного кожуха ну и пакетик сальниками с переходниками и даже с битой для шуруповерта что можем сказать про данную камеру кронштейн который крепится к низу кожуха выполнен из силумина крепится камера интересно следующим образом заводится кабель сюда вытаскивается через данное отверстие и уже подключается напрямую камеру сборе она будет выглядеть как-то вот так дальше в данной камере у нас есть небольшой кожух который может выдвигаться или задвигаться в зависимости от места где она используется если мы раскрутим данный кожух кожух сам выполнен из пластика причем такого очень легкого вот сама камера разрезим кожух для удобства монтажа крепится на небольшой карабинчик чтобы вы когда камеру ставили на лестнице еще где-нибудь немножко сама она выглядит довольно компактно все-таки не забывайте что серия м это бюджетная камера поэтому здесь компания где могла там и сэкономила сама наша камера ну это мы уже не будем откручивать данный кронштейн она у нас имеет такой металлический радиатор для охлаждения и сама она выполнена из пластика на самой камере есть следующие разъемы ethernet sd-карта вход линейный аудио для подключения микрофона и кнопка сброса называемый здесь происходит подключение нашего объектива который у нас также съемный может откручиваться здесь можете спокойно купить себе необходимый объектив с нужно фокусным расстоянием и использовать его уже на данной камере также разъемы для постоянного питания немногие камерах смогут этим похвалиться тем что не могут работать не только от пою но и блока питания 12 вольт и разъемы входа-выхода сигнальные входы или как входа-аларма или сигнализации и тому подобное то есть тревожные выходы сама камера очень легенькая не считая этого кронштейна у нас из из пластика на объективе здесь объектив торговой марки мегапиксель вы можете спокойненько настроить как фокусное расстояние так и дальность в пределах технических действий данного объектива несмотря на то что камера находится в кожухе как в серии pfc и кью здесь нету никакого вентилятора и обогревателя поэтому камера греет себя сама характеристики данной камеры тоже такие не сильно радужные всего лишь 2 мегапикселя на матрицу несмотря на это такая компания акции здесь есть все настройки для улучшения качества изображения такие как blc forensic vdr light thunder и тому подобное естественно кодек 204 265 здесь также присутствует питание максимальная 6 ватт и сама эта коробочка нам заявляют том что может работать с уровнем защиты ip67 вот как бы все с данной камеры настройки вы можете посмотреть в отдельном видео который мы уже вам показывали неоднократно на этом все спасибо за внимание до свидания